Добрый день, дорогие друзья! На обзоре у нас вот такой вот замечательный караван Stirling Europa 2000 года и модель тоже 2000 года. Итак, это трехместный караван. Прибыл он из Британии с L-образным диваном. Но те, кто смотрит, должны уже быстро были определить эту историю снаружи по вот так вот вертикально стоящему окошку в правую часть прицепа. Итак, оснащен он у нас проточным бойлером Carver на 5 литров, работающим от электричества и от газа. Полноценная палатка в комплекте, отопление также, газ и электричество. И давайте все по нашему с вами уже традиционному, скажем так, контенту. Итак, здесь у нас семерка, семипиновая вилка. Все переходники туда-сюда, они есть, так что вы не переживайте при выборе прицепа. Но это не основополагающее, что о чем и что вас должно задерживать. То есть, сегодня вот были уже ребят, сейчас еще есть, и у нас есть все переходники, и все в порядке. Так, багажник подразумевает установку двух газовых баллонов. Большую часть наших покупателей, наших клиентов интересует, что сюда можно запихнуть. 24,2 литра композитные баллоны, высота у них 571 миллиметр. Сюда они встают абсолютно спокойно. То есть, почти 50 литров запаса газа. С металлическими баллонами я бы это не стал делать по одной простой причине, чтобы не насадить и не нагрузить ТСУшку, тягово-сыпное устройство. Тем самым не нарушить нагрузку и вообще дисбаланс вот этого всего автопоезда. Так, у нас с вами британец. Поэтому тент-палатка может быть с любой из сторон. Он для этого существует, закладная для этой палатки, вот со специальными расширителями. С обратной стороны от входа, те, кто не смотрел обзоры, кто впервые видит, это британская особенность. Они не связывают палатку с тамбуром, как это зачастую принято у европейцев. То есть, это отдельно стоящее помещение. И оно не обязывает вас через него проходить, чтобы войти в прицеп. Вот такая вот история. Сзади, справа, по классике, расположен туалет. Доступ к кассете. Обыкновенный биотуалет. Это Тетфорд. Если он не замерз, он еще не успел замерзнуть. Я вам покажу его. Достается кассета, выливаются все продукты, которые туда поместились, переваренные. Здесь у нас отдельный бачок смывая. Тоже очень хорошо, что это не центральная вода, что это никаким образом ни к погружной помпе, ни к чему уже у нас не привязано. Дальше у нас есть решетки вентиляционные холодильника Electrolux. Внизу у нас прекрасный доступ к газовой форсунке. Вверху это контроль за выхлопной его частью. И, конечно же, безусловно, к электрической части самого холодильника сзади. Дальше у нас есть вот такой вот выхлоп газовой части бойлера и коннектор для подключения насоса-помпы наружного, погружного, которым оснащен данный прицеп. Фасад с окном. Здесь находится зона санузла. Все обязательно посмотрим, рассмотрим и очень внимательно попробуем на вкус. Тент-палатка со стороны входа, безусловно, есть, присутствует. И как и место под нее, так и сама палатка. Два бокса. Первый для хранения всяческих вещей, нужных и ненужных. Второй для установки собственного аккумулятора. И место подключения 220 вольт. Что, собственно, сейчас у нас с ним и произошло. А я захожу греться, потому что я замерз. Минус 11, сыро, некрасиво и вообще громко играет музыка. Все по традиции. Делаем тише и смотрим на прицеп изнутри. Итак, L-образный диван. Посмотрите, какой он огромный просто. Можно полежать и так, можно полежать и так. Если две подушки в уголок положить, то два человека сразу спокойно абсолютно поместятся. Если нам мало места, мы можем трансформировать до вот этой тумбы. Вот сюда. И путем набора подушек собрать здесь полноценное спальное место. Получается оно 2 метра на метр сорок. То есть полуторка. Прям хорошая большая полуторка. Весь этот интерьер, как вы можете заметить, он еще весь оригинальный. Несмотря на возраст этого стерлинга. С обратной стороны подшита белая ткань. Снаружи вот такая вот... Я не знаю, из какой они тряпки это шьют. Но за столько лет это ничего не уничтожено, не сгнило, не испортилось. И еще очень даже вполне сносно выглядит. Москитки плюс фольга на всех окнах. Замечательная надпись. Потому что не надо портить прекрасный свежий запах, который здесь есть. Прицеп не пахнет. Это тоже очень многих волнует. Здесь нету никаких посторонних запахов. Обычно они появляются, когда вот тут вместо уплотнительной резинки появляется герметик. Но здесь нету герметика, значит нету запаха. Все это шутки. Но, тем не менее, стык потолка и стен должен быть только вот с такой вот резиночкой. И, как вы можете заметить, под ним нету ни плесени, ни какой-то там неприятной истории. Допускаются вот такие вот складки обоев. Прицеп живой. Вот если его пошатать... Ну, раньше Женька вот у нас стучал, допустим. Не в смысле он стучал, а простукивал стены. Сейчас мы их не стукаем, потому что мы и так видим, что он сухой. Музыка есть. Бойлер мы с вами снаружи обнаружили. Включается он вот тут. Короче, вот этот... Включается бойлер от электричества. Это 220 вольт. Где-то еще включается от газа. Но это мы сейчас разглянемся с вами. Топимся мы отопителем Carver. По-моему, это 3000... Нет, это даже 5500 Turbo Fan Master. В общем, он может работать от электричества. Он может работать от газа. У него есть положение... Он даже щелкает. Он даже живой. Послушайте. Это прекрасно слышно. Короче, в этом состоянии. При нажатом вот этом кране он запускается. Здесь у него вся история... Ну, кстати, оно все работает. Ладно, я прикалываюсь. Здесь он действительно живой прицеп. Короче, он здесь может просто фанить. Ну, дуть. Может греть. Может греть и медленно фанить. И может очень долго. Ну, а это, соответственно, регулирует его всяческие скорости, тепла и так далее. Здесь у нас уголок телевизионный. И, наверное... О! Видите уже, как люди позаботились. Они сделали отсюда, видимо, из 12 вольт еще USB. Розеточки. Наверное, это сейчас больше актуально, чем телевидение. Поставить сюда планшетик и все посмотреть. Есть еще карбон-моноксид сенсор. Короче, если здесь все потемнело, надо бежать. Это будет данжер максимальный. Они либо такие, либо там всяческие. И еще приборы. Короче, они все там. Дым, газ, атомная бомбардировка. Все. Прицеп должен контролировать для того, чтобы вам было в нем комфортно. Интегрированная кухня содержит в себе холодильник, электролюкс, работа от электричества, газа, газовая часть с механической пьезой, новый погружной насос-помпа, который забирает воду. Вот четырехкомфорочная газовая поверхность, газовый гриль, газовая духовочка, органайзеры для хранения всяческих сопутствующих отдыху, тарелок, вилок, ложек. Смотрите, куда они запрятали 12-вольтовые предохранители. И даже, кстати, их подписали. Это вообще фишка. Есть у нас вот еще один такой блочок. Здесь автоматы, входящие электричество 220 вольт. Они тоже, между прочим, имеют свое определенное назначение. И вот здесь вот оно подписано. Чарджер. Ничто иное, как включение блока питания, который понижает 220 до 12,9 вольта. Вот. Для этого есть еще один индикатор. Почему 12,9 вольт? Потому что прицеп оснащен местом под штатный аккумулятор. И если бы это был просто 12, конечно же, ни один аккумулятор бы не зарядился. Есть у нас вот это питание розеток 12-вольтовых. Включение и активация насоса помпы, которая находится в раковине. И выбор источника питания. Если у нас 13 пинов, мы ставим кар. Если у нас используется просто собственный аккумулятор, мы ставим ванн. То есть это не караван вместе, это кар или ванн. Но поскольку у нас сейчас работает вот этот вот чарджер, нам он не нужен, вот этот переключатель. А вот, кстати, включение бойлера от газа. Вот так вот он включается. Но там сейчас нет ни воды, ни газа. Поэтому он нам скажет, что не занимайся ерундой, пожалуйста. Такая вот история. Сегодня у нас ликбез по пользованию и, в принципе, по тому, как всё это выглядит и работает. Очень безупречная, могу вам сказать, сохранка. Мне нравится, что нигде нету никаких стыков. Очень приятная цена. Она будет указана на сайте autochuistpskov.ru. У нас с некоторых пор мы не говорим цену в видео. Есть у нас раковина для умывания. Есть у нас вот такая вот замечательная душевая кабина, выполненная полностью в пластике, что предохраняет от протекания неприятного запаха и использования герметика вместо штатной резинки. Поддон без трещины сколов. Тоже очень важная деталь при звонках. И максимально простой механический унитаз без электрической помпы. Смыва просто насосик. И углы у нас тоже прекрасные. В общем, что я вам хочу сказать. Действительно крутой сохрану прицепа. Будет очень приятная цена. И, в принципе, вообще сам прицеп жив и здоров и без посторонних запахов. И это на самом деле очень важно. Как я уже сказал, стоимость данного каравана будет указана на сайте autochuistpskov.ru. Продублируется информация в инстаграме у Юрия. Ну и, конечно же, наш канал на ютубе, где мы рассказываем и показываем вам караваны. Благодарю за обратную связь. До новых обзоров и встреч у нас на площадке.